МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Особое внимание вопросам, связанным с переврезками труб. Самару продолжают активно готовить к предстоящему отопительному сезону. Для председателя МКД, ТЦЖ, ЖСК и нервонодушных граждан в областном центре продолжается серия обучающих семинаров «Мой дом». За талант и безграничную любовь к своему делу директор 133-й Самарской гимназии Оксана Терина в финале всероссийского профессионального конкурса директор года России. Общаться на доступном языке для сотрудников администрации Кировского района Самары провели обучающий семинар по работе в системах муниципального центра управления. Поборолись за победу, пообщались и зарядились энергией. В столице региона прошла спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Дмитрий Азаров высказался об объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации. По словам главы региона, Самарская область получила директивы и приступила к их исполнению. Цитата, как и другие распоряжения Верховного главнокомандующего Министерства обороны, эта задача будет решаться в опережающем порядке и являться приоритетом в моей работе, сказал Дмитрий Азаров. Напомним, президент Владимир Путин в среду 21 сентября объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Об этом глава государства заявил во время своего видеообращения к россиянам. Соответствующий указ уже подписан. В Самарской области объявлена частичная мобилизация. Соответствующий приказ подписал военный комиссар региона, полковник Алексей Вдовин. На сегодняшней пресс-конференции он рассказал, что из Самарской области на Украину отправится воевать менее 1% от тех, кто состоит в запасе. Согласно приказу, все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, которые постоянно проживают в Самарском регионе, имеющие мобилизационные предписания или получившие персональные повестки военных комиссариатов муниципальных районов, должны явиться в указанные пункты сборов. В эти же пункты, либо в военкоматы по месту состояния на воинском учете, должны отправиться граждане, пребывающие в запасе и временно проживающие на территории региона. Мобилизованные будут получать денежные довольствия, как и военнослужащие контрактники. А также смогут пользоваться льготами, прописанными в российском законодательстве. Мобилизованные получат статус ветеранов боевых действий. Укомплектованная часть отправится в зону боевых действий на неопределенный срок. Быть уволенным можно в случае предельного срока пребывания в запасе или в случае болезни по решению военно-медицинской комиссии. Все студенты и высших и средних учебных заведений получат право на отсрочку до окончания обучения. Призывники в зону СВО отправляться не будут. Сроки службы для них прежние – один год. В соответствии с нашими нормами мы оповещения проводим чуть больше, да, то есть граждане, которые у нас находятся в запасе, с какой целью? Чтобы обеспечить гарантированное выполнение задачи в установленные сроки. Что может быть? Человек куда-то выехал, да, и на сегодняшний день его на месте нет. Он заболел. Может быть и такое, да. Вместо него мы, естественно, должны подобрать другого человека, который в установленный срок прибудет к местам комплектования, формирования тех подразделений воинских частей, которые определены нам в задании. Своевременное обеспечение теплом объектов социальной сферы – основной вопрос, который обсуждался сегодня на штабе по подготовке города к осенне-зимнему периоду. Заседание прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Напомним, отопительный сезон запланирован на 27 сентября. Тем временем власти города и ресурсники не стали дожидаться среднесуточной температуры воздуха в 8 градусов и ниже в течение пятидневного периода и уже организовали постепенную подачу тепла в медицинские учреждения, детские сады, дома ребенка, пансионаты и другие социальные объекты с круглосуточным пребыванием людей, которые традиционно подключаются к теплу в первую очередь. Заявки от руководителей соцучреждений начали поступать на прошлой неделе. Порядка 31% подключено в социальной сфере тепло. В большинстве случаев это объекты здравоохранения. Мы ставим задачу, чтобы все объекты здравоохранения к началу пуска, к объявлению отопительного сезона в львиной доле были подключены. Далее подача тепла продолжится. Отапливаться начнут многоквартирные дома. Процесс включения будет идти порядка двух недель. Также первый вице-мэр Владимир Василенко уделил особое внимание вопросам, связанным с завершением работ по ремонту и техническому перевооружению теплотрасс. Благодаря инвестициям, которые удалось привлечь в рамках реализации модели «Альткотельная», за лето и начало осени выполнен большой объем перекладок. Теперь необходимо произвести переключение. И в новом сезоне тепло пойдет уже по новым трубам. В связи с этим производятся переврезки. На многих объектах работы по переключению с временных схем на постоянные уже завершены. В связи с переводом сетей теплоснабжения на постоянный режим работы может происходить временное отключение горячей воды в среднем до суток. Неудобства для жителей минимизируют. В Самаре продолжается серия обучающих семинаров «Мой дом» для председателя МКД, ТСЖ, ЖСК и неравнодушных граждан. На этот раз тренинг прошел в Красноглинском районе областного центра. Горожан ознакомились с системой ГИС ЖКХ и ответили на волнующих вопросы по управлению домами. Просвещение, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателя МКД, ТСЖ, ЖСК и активных граждан Красноглинского района областного центра провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его ключевой задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении домами. Нам объяснили сегодня, что по ГИСу нам будут объяснять, для чего это нужно. Значит, будем слушать, будем учить председателей, будем объяснять жителям, потому что многие же не знают, не понимают, что это такое. Мне скоро 75 лет, я еще учусь. В семинарах участвуют представители ГЖИ, администрации, ЖКХ и управляющих компаний. Они отвечают на вопросы председателей. Кроме того, участникам выдают специально разработанные рабочие тетради председателя МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть ссылки на нормативные правовые акты и бланки образцов заявлений. Также граждан знакомят с электронной платформой ГИС ЖКХ. Кроме того, в рамках семинара по мимо системы ГИС ЖКХ проводятся мероприятия по обучению законодательству в плане соблюдения тишины. То есть рассматриваются как региональные аспекты законодательства, так и местного законодательства. Жители более-менее начинают быть подкованными по вопросам обращения, куда им следует обращаться, если нарушаются их права по тишине. В Красноглинском районе областного центра 870 многоквартирных домов. Практически во всех есть свои председатели МКД. Освоить новую программу им помогают в ресурсных центрах. В Красноглинском районе их два. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателя МКД. Его номер 8 800 55 55 263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов, События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Она должна еще на один шаг приблизить жителей отдаленных районов города Безымянки, Юнгородка к культурному центру. После ее открытия местные жители смогут комфортно и без пробок добираться до мест проведения массовых культурных мероприятий. Сотрудники музеев, театров и других организаций, расположенных в центральной части города, также смогут беспроблемно добираться на работу и домой после спектаклей, выставок в вечернее время. Станция «Театральная» будет располагаться в шаговой доступности от площади Куйбышева. В связи с возведением нового объекта движение по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской, где будет располагаться новая станция метро, временно закрыто. Кроме того, предстоит введение временной схемы организации движения и по другим улицам. Работы ведутся поэтапно. Например, в настоящее время в районе скверов, прилегающих к театру оперы и балета, специалисты занимаются переносом инженерных коммуникаций. Работы предусмотрено выполнить на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрических, кабельных линиях, кабелях связи, газовой магистрали. Региональные заказчики и администрация Самары, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, просят жителей областного центра отнестись с пониманием к временным неудобствам. Все делается для будущего комфортного передвижения самарцев по мегаполису. Есть еще и социальная функция у метро, не только чисто экономическая. Поскольку город наш общий, у нас сообщество должно формироваться, жить и пользоваться всеми благами, достижениями современной цивилизации, ну я имею в виду, прежде всего, конечно, это социокультурные достижения, то люди, которые живут в дальних микрорайонах и районах, они тоже должны иметь возможность быстро и с большими удобствами получить все возможности для того, чтобы пользоваться и театрами, и выставками, и разного рода местами активного отдыха. Я исхожу именно из того, что всякое принятое решение с определенными планами и соответствующими точками завершения, оно должно быть выполнено. И в современных условиях еще нужно подчеркнуть, что перспектива развития промышленного комплекса, например, на так называемой безымянке, имеется неплохая. И я думаю, что это метро будет содействовать тому, чтобы комплекс этот развивался. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» продолжает реализовываться в Самаре. Ежегодно в его рамках перед профильным департаментом ставится ряд задач, в том числе по достижению целевых показателей. Было доведено три целевых показателя, которые нам необходимо было достигнуть в рамках ремонта урочной дорожности. Все показатели нами достигнуты. Два показателя – доля очистительного оборудования и реестр лучших технологий выполнены на 100%. По словам специалистов, третий показатель – доля протяженности дорог городской сети, находящихся в нормативном состоянии, перевыполнен. Во многом это связано с грамотным подходом к ремонту со стороны подрядчиков и заказчика. В процессе обновления некоторых участков заложенные средства могут быть сэкономлены, тогда бюджет удастся перераспределить. Таким образом, в этом году, благодаря сэкономленным средствам, в ремонте оказалось еще три участка уличной дорожной сети – улицы Парадная, Солдатская и Алма-Атинская – на участке от Московского шоссе до улицы Старозагора. На сегодняшний день подготовка к следующему дорожно-строительному сезону уже стартовала. С перечнем самарских объектов, которые планируют привести в порядок по дорожному нацпроекту в 2023 году, можно ознакомиться на сайте городской администрации. Проинформировать, предотвратить и решить возникающие проблемы для сотрудников администрации Кировского района Самары провели обучающий семинар. Участникам встречи рассказали о тонкостях работы и способах эффективного использования платформы обратной связи на портале Госуслуг. Подробности в репортаже Светланы Тимофеевой. Дать исчерпывающую информацию и разобрать ошибки. Для сотрудников администрации Кировского района Самары провели обучающий семинар по работе в системах муниципального центра управления. Семинар прошел с участием заместителя главы областного центра, руководителя МЦУ Елены Москвичевой. Всем собравшимся рассказали о тонкостях функционирования и взаимодействия с платформой обратной связи, госуслуги «Решаем вместе» и системой «Инцидент-менеджмент». Муниципальный центр управления является неотъемлемой частью механизма, который позволяет решать вопросы, возникающие у жителей городских районов. Для этого МЦУ использует систему инцидент-менеджмента и платформу обратной связи. Благодаря такому подходу специалисты имеют возможность не только фиксировать и обрабатывать обращения граждан, но и анализировать комментарии, выявляя наиболее острой проблемы. Отопительный сезон в Самаре официально стартует 27 сентября. Процесс подачи тепла не одномоментный. Сначала подключают соцобъекты, потом жилые дома. Планируется, что это займет около двух недель. Сейчас все службы, которые входят в муниципальный центр управления, готовятся к работе в круглосуточном режиме, чтобы обрабатывать обращения граждан, касающихся поступлений тепла в квартиры. Как правило, у жителей возникает много вопросов, как устроена эта работа, когда ждать тепла в квартирах. Мы работаем над тем, чтобы наши службы, наши сотрудники максимально давали информативные ответы, чтобы все наши службы работали как единый ситуационный центр, муниципальный центр управления городского округа Самара, чтобы жители наши имели максимально актуальную, своевременную информацию по всем волнующим их вопросам. В ближайшее время в Самаре планируется провести еще несколько обучающих семинаров для сотрудников, работающих в МЦУ, в районных администрациях, департаментах и на муниципальных предприятиях. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров, События. Далее коротко о других темах дня. Далее коротко о других темах дня. В Самарской области продолжают работать пункты отбора на военную службу по контракту, где можно будет получить всю необходимую информацию и записаться в Самарский батальон. Заключившим контракт предусмотрена единовременная региональная выплата, а также гарантированы все льготы и социальные гарантии. Их перечни и подробности можно узнать на официальном сайте Министерства обороны России в разделе «Соцгарантии». Стационарный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу город Самара, улица Ленинская, 147. Крупные торговые сети снизили импорт алкоголя на 60-100%. В частности, полностью прекратился импорт игристых вин из региона Шампань. На 70% сократились поставки виски, на 60% – французского коньяка и импортного пива. Следствием этого стало сокращение ассортимента импортного алкоголя на полках федеральных сетей на 40-95%. Также закупочные цены на импортный алкоголь увеличились от 27% до 40%. По части товаров рост цен составил 70%. По мере вымывания остатков в торговых сетях и складских запасов поставщиков и дистрибьюторов, ритейлеры ожидают сокращение оставшегося ассортимента импортного алкоголя в ближайшие три месяца на 40-50%. Самарцы осудили за продажу данных абонентов мобильного оператора. По информации следствия, фигурант был сотрудником компании мобильной связи. Периодически он получал информацию, которая содержала детализацию звонков абонентов и передавал их третьим лицам за денежное вознаграждение. Злоумышленника выявили сотрудники регионального управления ФСБ совместно со специалистами Службы безопасности оператора. На задержанного завели уголовное дело и приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы. Директор 133-й гимназии Оксана Терина представит регион на конкурсе «Директор года России». Он проходит во второй раз. Она уже преодолела отборочный этап. Впереди финал, на котором предстоит решить задачу совместно со своей управленческой командой. Подробности в нашем сюжете. За ее спиной любимая школа, учителя и ученики, которые в нее поверили. А значит, отступать некуда. Директор гимназии 133 Оксана Терина будет представлять Самару на всероссийском конкурсе «Директор года России». Оксана Радиковна рассказывает, за годы работы на руководящей должности удалось создать надежную команду единомышленников, с которой не страшно покорять любые горизонты. Для меня школа – это среда, в которой есть дети, родители, учителя. И если не будет взаимодействия, то не будет таких успехов. Наша школа постоянно участвует во всех мероприятиях. И региона, и всероссийского уровня. И эти мероприятия, они совместные. Все места наши призовые, которые мы получаем на протяжении последних трех лет, А это достаточно высокие и значимые достижения. Это только благодаря слаженной команде наших учителей, родителей и детей. Из стен гимназии, расположенной на металлурге, выходят будущие учителя, врачи и филологи, говорящие на нескольких языках. Работающие здесь педагоги рассказывают, что это уникальное учреждение, отличительными чертами которого являются системный подход к организации образовательного процесса и высокие результаты, и верят в победу своего руководителя. Наша Оксана Радиковна, она очень энергичный, очень целеустремленный. Человек открытый всему новому, такой, знаете, настоящий энерджайзер, которому нам постоянно приходится соответствовать. Мы очень за нее болеем, очень переживали на всех отборочных этапах. Ну, конечно, переживаем, волнуемся, держим за нее кулачки, за ее победу в Москве. Мы все переживаем, конечно, поддерживаем ее, и все коллеги, дети, жители нашего такого царства-государства 133, несомненно, поддерживаем нашу Оксану Радиковну. Мы подключились к акции «Флэшмоб» в поддержку нашего директора. Это и совет гимназистов, и отдельные классы. Мы снимали ролики, записывали слова поддержки в адрес нашего директора. По словам учащихся, 133-я гимназия дает отличный старт, особенно тем, кто занимает активную жизненную позицию. Благодаря школе я по сей день участвую в форумах, всероссийские окружные этапы, городские этапы, различные мероприятия, слеты. Именно благодаря этому я в школе участвую и хорошо провожу активную жизнь. Как ученик я могу сказать, что Оксана Радиковна ведет у меня информатику, и это большая находка, потому что Оксана Радиковна умеет преподнести материал. Я понимаю любую тему, которую она объясняет. Конкурс «Директор года России» проходит второй год. Его учредило Министерство просвещения Российской Федерации. Он состоит из двух этапов – отборочного и финального. На отборочном этапе в этом году встретились 600 конкурсантов со всех регионов России. В режиме онлайн они демонстрировали свои достижения и решали тесты. В финал вышло 30 человек, в том числе и директор гимназии 133 Оксана Терина. Трудности, или мне удобно называть это задачи, они есть всегда, в любом деле. И тем более, если это дело очень интересное. А конкурс – это всегда интересно. А задачи в нашей жизни, они все решаемы. В конце сентября в Москве состоится финал конкурса, где участники покажут видеопрезентации и расскажут о своем опыте. После чего им предстоит решить кейс совместно со своей управленческой командой. Итоги конкурса «Директор Года России» подведут 5 октября, в День учителя, в Кремлевском дворце. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, События. Жаркие сражения за победу развернулись в спортивном комплексе «Виктория». Там прошла спартакиада, организованная при поддержке Департамента опеки, попечительства и соцзащиты населения Администрации Самары для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мини-гольф, бильярд и настольный теннис, а также экзотический «Новус» и «Корнхолл» за борьбой следила наша съемочная группа. Житель промышленного района Сергей Самаркин сегодня в этот спортзал приходит как к себе домой. Несколько лет назад он увлекся игрой в мини-гольф, и с тех пор его копилка медалей и кубков пополняется. Каждый год, участвуя в спартакиаде для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят при поддержке Департамента опеки, попечительства и соцподдержки администрации Самары, он неизменно одерживает победу. Ну, во-первых, в гольф я сам человек такой, немножко аналитического старайства. А гольф – это и есть игра. Анализировать каждый удар, как стоишь, как рисуешь. Очень много. А когда анализ правильно совершен, под закрытыми глазами можно бить. Сергей говорит, все виды спорта, где требуется зоркость, аналитика ему даются легко. Я стрелял из винтовки, из пистолета и дошел до чемпионата мира. Вот отсюда начинал, вот отсюда, да, чемпионат, соответственно, района, города, области, России. И в Австрию поехал, это было давно, я потом, ну, перестал просто стрелять заниматься. То сам рейсинг, раньше я заламывал всех таких именитых спортсменов, которые на чемпионат мира, да, они, говорят, еле от него вырвались. Организаторы соревнований в этом году устроили участникам сюрприз. Помимо мини-гольфа, дартса и настольного тенниса, они могли попробовать свои силы в новых видах спорта, таких как ноус и корнхолл. Ноус – это что-то вроде компактного бильярда, а корнхолл – игра, в которой нужно попасть холчевым мешочком в отверстие на гладкой доске. В этом году мы им предложили две новых игры. Одна вот мы, ноус, соответственно, тоже среди мужчин и женщин, а корнхолл – это, соответственно, будет игра с командным видом форта. Там будут бросать четыре мужчины и четыре женщины, и, соответственно, результат потом пойдет в командную копилочку. Ноус, как мы и ожидали, что это та игра, которая им понравится. Корнхолл, она немножко такая своеобразная, но она тоже, как бы, гейтли в нее вникнет, потому что по этим видам форта, как мы уже говорим, что проводится даже первенство России. Участников соревнований сначала отобрали в районах, затем от каждого на спартакиаду прибыли по восемь человек. Победители в личном зачете получили медали и грамоты, а команды – кубки и дипломы. Виктория Шарая, Николай Сидоров, события. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Почему необходимо сдавать использованные батарейки, объясняет телеграм-канал и городской администрации Вести с Дворянской. Переработанная батарейка является ценным источником вторичных ресурсов, таких как цинк, марганец, графит и железо, которые используются при производстве различных предметов – от карандашей до рельсов. Ответственное обращение потребителей с использованными батарейками – основа экологического благополучия и сбережения ресурсов. Сдать отработанные батарейки можно на территории парковки гипермаркета по адресу улица Фискультурная, 141. Телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки информируют о том, что нужно знать для усыновления ребенка. Усыновить можно только несовершеннолетних детей, учитывая их интересы и обеспечив им полноценное физическое, духовное и нравственное развитие. Разница в возрасте между усыновителем и человеком, не состоящим в браке, должна быть не менее 16 лет. Кроме того, для усыновления ребенка необходимо заключение органов опеки и попечительства. Прием граждан по вопросу подбора и усыновления детей ведется по адресу улицы Куйбышева, 44. Для получения более подробной консультации и записи на прием можно обратиться по телефону 333-64-96. Как получить лечение в частных клиниках по полюсу ОМС, рассказывают в телеграм-канале Красноглинского района. И напоминают, частные клиники могут присоединяться к системе ОМС и принимать пациентов по полюсу бесплатно. Например, по ОМС в медцентре можно сделать МРТ, брать анализы, ставить прививки, консультироваться на приеме. Пациент ничего не заплатит, а клиника получит деньги с фонда ОМС. Но это не означает, что человек может прийти в любую клинику и вылечить зубы или сделать УЗИ бесплатно. Узнать список услуг можно на сайте конкретной клиники, на стенде для клиентов или по телефону. Стартовал прием заявок на второй поток программы поддержки самозанятых «Бизнес-наставник», говорится в телеграм-канале Октябрьского района. Программа «Бизнес-наставник» – это возможность для самозанятых получить адресную помощь экспертов и успешных предпринимателей и повысить эффективность своих бизнес-проектов. Программа включает в себя три тематических блока – составление индивидуального плана развития, финансы и продажи, маркетинговая стратегия. Проработка каждого из направлений продлится четыре недели. Занятия с «Наставниками» будут проходить онлайн. Узнать подробности состав команды «Наставников» и подать заявку на участие можно по опубликованной в телеграм-канале ссылке. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин